На минувшей неделе прикубанское сельское поселение отпраздновало свой день рождения. Поселению исполнилось 20 лет. Для прикубанцев это повод вспомнить былое, людей, которые немало сделали для поселения, заглянуть в прекрасное будущее. На праздники побывали Тина Копачевская и Александр Косицын. Понятие «родина» имеет для нас несколько значений. Это и великая страна с великой историей. Это и место на земле, где человек родился и рос, познал первые радости и неудачи. История хутора Прикубанского уходит далеко в прошлое и насчитывает более 130 лет. Раньше здесь было несколько хуторов, которые назывались по фамилиям казаков. Сегодня прикубанское сельское поселение – это 2500 жителей, развитая инфраструктура, в которую входит детский сад, школа, детская школа искусств, офис врача общей практики, дом культуры, поля агрофирмы «Приволье». Начался праздник в честь юбилея Прикубанского поселения на площади перед Домом культуры. Школьники провели ярмарку-продажу, пир на весь мир. Ростовые гуклы, украшающие площадь, поднимали всем настроение. На казачьем подворье казачки пекли пирожки и угощали гостей чаем с блинами. Радовал своим творчеством хор народной песни «Нивушка». Хутор Прикубанский отличается своей современностью. Дороги асфальтированы, дома хуторян ухоженные, есть водопровод, в домах газ. Господь Бог дал такое географическое положение рядом с городом. Это большая честь и ко многому обязывает. Ну а достопримечательность нашего хутора – это прежде всего люди, которые умеют работать, трудиться и, конечно, отдыхать. А всё остальное так, как и везде, наверное. Продолжился праздник в зале сельского дома культуры. Поздравить жителей с юбилеем приехал председатель районного совета Григорий Литовко. У вас в хуторе всё по-настоящему. У вас настоящее казачье общество благодаря вашему атаману Рахманенко Андрею Леонтьевичу. Въезжаешь в хутор ваш, этот прекрасный храмовый комплекс, он построен действительно руками, духом тех людей, которые верят в свою малую родину. Прикубанское поселение – одна большая дружная семья. И, как отметила ведущая со сцены, хутор родился под счастливым созвездием, а каждая звезда – это жители. Первую звезду зажгли в честь жительниц, которым более 90 лет. В свои годы они познали нелёгкий крестьянский труд – оккупацию немцев. Среди старожилов поселение Раиса Сокол – председатель местного совета ветеранов. Уже 10 лет она ведёт общественную работу по велению сердца. За хутор я знаю всё. Я председатель совета ветеранов и пенсионеров. Всех знаю пенсионеров, всех знаю ветеранов. Я считаю, что наш хутор развивается, культурный, красивый. Мы любим свой хутор. На праздники было много награждённых. Старожилы поселения, педагоги, врачи, молодёжь и многие другие. В прикубанском сельском поселении хуторское казачье общество – одно из лучших в районе. В его рядах насчитывается более 50 казаков. Это люди, занимающие активную жизненную позицию, неравнодушные к чужой беде. Отличившиеся казаки были награждены на празднике медалью за защиту Крыма. Прикубанцы гордятся своим поселением, любят его. И это подтверждают молодые жители. Мне тут очень нравится жить. Я думаю, что это самый лучший хутор во всём Краснодарском крае. Он всегда процветает, всегда у него что-то новое есть. Мне нравится здесь, здесь есть центр рядом, школа, магазины, остановка. Прикубанцам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Жители Прикубанского показали своим примером, как на протяжении всей жизни они приносят благодарную любовь к тому месту, откуда берёт начало их жизнь – к своей малой родине. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова